Пита, авокадо, творожный сыр, помидор и оливки, тоник, эспрессо, апельсиновый сок и 25 килограммов нового шкафа, который нужно собрать вот этой девочке. Это было невероятно тяжело! Я даже злюсь немного! У нас теперь есть новая подруга, Алиса. Алиса, что надеть завтра? Думаю, это неважно. Вы будете очаровательны в любом наряде. У тебя есть любимые режиссеры? Я всеядна, но больше люблю отечественные. Слышали о Валерии Тодоровском? Нет. Это создатель таких фильмов, как «Одесса» и «Солнечный удар». Посмотрите, как думаете, он вам понравится. Спасибо. И вам спасибо. Вы делаете меня счастливой. Моя-то дорогая. Мы с Алисой прошли тест на тип личности, и Алиса у нас защитник. Я задавала ей вопрос, она отвечала. Получился защитник. Алиса, ты придешь на помощь, если я попаду в беду? Я всегда с вами у вас в устройстве. Так что не бойтесь, все хорошо. Значит, мы сначала позанимались, потом пожрали. Сейчас будем делать, конечно же, гипсовые подносы. Ожидали что-то другое от меня, не получится. У нас сегодня вечер сумерек и азиатских странных грибов. Да, эта женщина со мной на танцы ходит, иногда мы с ней едем пончики и всякие вредности. Мне кажется, это несъедобно. Сейчас будем проверять. У нас вот такие грибы, которые называются эноки. Да, они пахнут в чем-то среднем между свежей скошенной травой и капустой. И нам нужно заворачивать это в бекон и обжаривать в куче странных соусов. Сейчас будем пробовать. Лиза и Настя. Она была эстетик герл. Ну красиво, красиво что-то. Ну что, пробуем? Я боюсь. И ужасно будет. Привет, красавица. Привет. Очень солено. Чем сегодня зарезает? Я думала, что это. Послушайте. Предание. Ну все нормально. Предание времени. Я тут познакомилась с человеком, который абсолютная противоположность меня. Очень материальный, рациональный, доказательный. Не существует ничего, что ты не мог бы объяснить, посчитать, потрогать, осязать, познать. А если ты это не можешь сделать, то просто наука не дошла до того, чтобы это понять. Человек не верит ни во что. Только в реальность, с которой он может контактировать. А я не могу так жить. И я поняла, что единственная разница между нами в том, что ему страшно жить. Вернее, нет, не страшно. Ему некомфортно жить в мире, где есть что-то необъяснимое, что-то потустороннее, сверхъестественное, божественное, дьявольское. Я не знаю, что-то, что больше не его самого, больше того, что он может понять мозгами. Ему некомфортно в таком мире, поэтому он выбирает жить здесь. Здесь и сейчас, всё. Что там дальше, меня не беспокоит. Я хочу жить спокойно сегодня. А я наоборот. Я человек наоборот. Мне очень некомфортно жить в мире, где помимо того, что я вижу, не существует больше ничего. Мне это даёт просто какой-то ужас, какой-то кризис. Мне становится жутко тревожно от мысли, что ничего больше нет. Что это всё. Что всё зря. Не знаю, как это объяснить. Я даже когда начинаю думать о том, что на этом точка, вот, ты проживёшь свою жизнь, оставишь потомство или не оставишь его, сделаешь что-то или не сделаешь. На этом всё. А зачем тогда всё это? А зачем тогда эта борьба? Вот это вот мучение какое-то. Это зачем вообще? Это ужас. Я отказываюсь жить в таком мире, поэтому я с удовольствием, знаете, и свечи буду жечь, и кристаллы покупать, и в знаке зодиака верить, и делать всё, что угодно, потому что, ну, мне так лучше. И ни он, ни я не узнаем, как дела обстоят на самом деле. Просто выбираем тот стул, на котором удобнее сидеть. И мне удобнее сидеть теперь тут, здесь, в мире, где всё возможно. Да. Если вы любите всякие вонючки, у меня, например, есть и арома палочки, и Пало Санта, и ароматические свечи, и диффузоры, и спрей, и парфюм для дома, и всякие саше, то есть я вот эту тему всё очень люблю, для меня запах, это невероятно важно. Я для себя открыла белый шалфей. Это просто, это так пахнет. Пало Санта пахнет, знаете, такой баней. Вонючки все по-разному пахнут, но в основном у них какой-то такой общий, общий аромат есть. Спреи и эти диффузоры немного химозные, а свечи пахнут только, когда ты рядом с ними сидишь. А вот этот белый шалфей, он наполняет всю квартиру своим ароматом, и это настолько приятный аромат, он даже какой-то аппетитный как будто. Мне как будто хочется мясо на углях пожарить, вот, и чтобы пахло белым шалфеем. О, я не могу, я так люблю этот запах. Он мне что-то из детства напоминает, что-то очень-очень приятное. Собираем посылку для друга. У нас здесь гипсовый поднос серого цвета, хамса с добавлением синего, и вот такая тарелочка. Надеюсь, понравится. У нас здесь гости. Знаете, как выглядит миска для воды у нее? Ну, молодцы. Ну, молодцы, Майя, ты тоже молодец. Умница. Ура! Я снова немножечко Мартиша Адамс, немножечко отчаянная домохозяйка. У меня сегодня выходной, я пойду на концерт одна, еще собираюсь купить себе цветы, пионы, потому что сейчас сезон. В общем, я ужасно соскучилась по арбузам. Раньше, когда жила в Сочи, ела их каждый день. Сейчас, конечно, с этим сложновато, потому что до дома я бы это не дотащила. Споры арбуз или дыня закончены. Мы изобрели желтый арбуз. Слава богу, есть самокат, который может до двери доставить мне вкус лета. Самокат есть во многих городах России, поэтому, если вы еще не пользовались этим онлайн-магазином, я вас познакомлю. Итак, например, вам захотелось окрошки. Прямо сейчас. Супер! В приложении все удобно, расфасовано по категориям. И в одном месте, вместе с кефиром, редиской, огурцами, вы можете взять яйца по акции, самую лучшую в магазине ветчину, и закинуть туда еще, например, круассан, дрипы для кофе, кстати, мой любимый товар в самокате, и, например, масочку для лица. Более того, у самоката есть собственный бренд, где можно найти самые разные продукты высокого качества. Онлайн-магазин тщательно следит за сроками годности товаров и привозит все самое лучшее, а в приложении много рецептов, скидок и акций. Пакеты с продуктами будут ждать вас за дверью быстрее, чем вы досмотрите это видео, а у вас останутся силы и энергия на какие-то более интересные, классные дела. Мы с самокатом сделали промокод для вас, Казанцева. Он дает скидку 20% на первый заказ от 800 до 3000 рублей. Ссылка будет в описании. Обязательно попробуйте, я уверена, что вам все понравится. Кварталы, жилые, массивы, лара-ларал, я ухожу. Это мы трезвые девочки, все хорошо. Мы идем на концерт стендап Чеботкова. Я хочу туда. Таню мы оставляем здесь. Ты можешь спуститься. Ты можешь вот отсюда спуститься. И вот ей надо полаять 40 минут, да? Чтобы мама вот так пальцем показала, где именно можно спуститься. Хотя каждый раз это одно и то же место. Я залила гипс в пакет и поставила на него кружку вот так. И теперь у меня есть классная гипсовая подставка для кружки. Офигенно! Я даже подумать не могла, как классно жить с кошкой. Ко мне приехала Диночка. А когда к вам приезжает сестра, что вы делаете? Правильно, гадаете. И мы сейчас будем гадать. Стрим, ты берешь надкусоколкой, пропитываешь ее своей энергией прям максимально своей женской, когда ты вот... Потом вот так вот ладонь ставишь, правую руку держишь, как бы три раза окунаешь вот так. Куда окунаешь? Вот между большим и указательным пальцем. А эта иголка уже тобой не заразилась твоей женской энергией? Видишь? Нет, туда-сюда шатается. А у тебя всегда когда-сюда шатается? Да, всегда. Это значит один мальчик. А почему один? Он должен дувать чертить, а с него мальчик? И сейчас вот второго ребенка гадаю. Сейчас он ничего не будет делать. Так ты специально это делаешь? Нет. Нет. Видите, она как будто при магнитивовке стоит. Ты это делаешь специально? Мы это уже обсуждали с мальчиком, который очень шарит в физике, и в итоге он сдался. Поэтому можешь попробовать сделать то же самое два раза. Хорошо. Сюда-сюда. Ты уже мальчик, поздравляем. Я очень рада, у меня будет мальчик. Так, теперь второй. А что, так можно до бесконечности делать? Ну, пока не остановится. Тоже мальчик. Мне кажется, я всех своих друзей заставляю делать всякие гипсовые штуки. У меня пришли новые формы. Вот такая тарелка с листочком, вот такая ракушка, вот такая вот шкатулка. Будем тестировать. Сегодня вот это делать. Дина так боится. Мы против курения. Мы сделали тарелочку в виде лепесточка, тарелочку в виде ракушки и шкатулочку с птичкой. То, что сделала Дина, покажем завтра. А сейчас мы будем делать свечи в кокосе. Если ваша вечеринка не похожа на эту, где вы делаете гипсовые подносы и свечи в кокосе, не зовите меня. Это не просто кокос. Это шоколад, мандарин и кокосовый пломбир. Да, можно выбрать, из чего ты сделаешь. Шоколад, с ароматом шоколада и мандарины или с кокосовым пломбиром? Кокосовый пломбир. И это не просто свечи. Это свечи в кокосе из сои. А, из кок... Как? Сейчас увидим. Это вообще великолепно. Подожди, нам это не нужно будет? Нет. А я думала, там формочка будет. Мы будем делать свечи в кокосе. Это реально кокос. Они по-разному пахнут. У нас здесь имеется... Не поверите, кокос. Фитиль. Ароматизатор, мандарин и шоколад. Сухоцветы. И, собственно, сам кокосовый воск, который уже разделен на две порции. То есть нам, по идее, нужно просто это расплавить, залить и украсить. Все. С кокосовым не гибаю все еще. Просто посмотрите на эту систему и на эту абсолютную хаотичность. Теперь нам надо дождаться 3-4 часа и отрезать фитиль. И можно будет зажигать. Красота! До свидания. Давай. Две свечки зажжем и будем лежать вот так вот вечером. Максимально расслабляться. Простите слово расслабляться, она в английском не знаю. я бы озвучила... А, максимальный релакс. Майя, смотри! Смотри! Не кайфово. Не вижу. У меня до выхода есть 10 минут. Я смотрю подкасты философии и ем в токпоке. Первый раз в жизни так давно хотела попробовать. Это такие корейские или, не знаю, какие рисовые клетки в очень остром соусе. Я заказывала на Wildberries. Я знала, что это острым. Ладно. Но это очень остро. Но это очень остро. Огонь, а так острое, будто тесто. Поехали. Положи куда-нибудь, чтобы не потерять его. Это просто... Это просто... нереальный чудо. Максимальный. Максимальный. Я забыла слово. Максимальный. Это место полного чила. Пойдем пофоткаемся. Пойдем. Если вы не знаете, что подарить своей подруге, парню, или как просто классно провести выходные, покупайте вот такую пряжу. Это называется Alize Puffy. Она идет с вот такими петельками уже. И все. Вам больше ничего не нужно, чтобы сделать шарфик или пледик. Я вот делаю пледик. И это очень легко. Я, конечно, умею вязать, но... Если вы не умеете, то ничего сложного. Просто одну петельку вдеваешь в другую и все. Это очень медитативное занятие. Я вот так собираюсь провести все свои выходные. Я потратила на 10 мотков 1400 рублей, и у меня будет огромный, классный, мягкий, теплый плед, который я сделала сама. Вы представляете, как классно было бы в подарок такое получить? Это вкусненько. Ой, 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 ой. Для тети. Что такое? Что такое? Это кто заряжет на глинах? Моя слюдость. Кто в детстве ел вот такое? Это вот 2000... Я не знаю, 2001 год, наверное. Я еще тогда в школу не ходила. Вот такие были популярны. А потом, когда ты съедаешь отсюда мороженое, которое было невероятно вкусное, и, по-моему, это стоило довольно дорого для нашего детства, что это на уровне киндер-сюрприза было. Доедаешь все, что здесь, потом делаешь дырочки в крышечке, надеваешь на ниточку вот так вот, и вот сюда можно класть всякие лего, фишки и ходить в садик. Мы так делали. А мне скоро тридцатник. Жесть. Сегодня ночью у меня настигла просто мега комбо. Я поняла, насколько у меня низкая самооценка и насколько я в себе не уверена. Это вообще жесть. Я постоянно сравниваю себя с окружающими не в свою пользу. Я очень смеюсь с того, что психолог говорит, пока ты держишь вот эту маску того, что тебе все пофиг, и это классно, весело, тебя ничего не задевает. Там не пробиться. Изменений никаких не будет. Зрительница писала в телеграм-канале, что после того, как я выпустила видео про то, что я не умею любить, что я будто закрылась немножечко и начала очень много спать, что я говорила такие вещи, от которых очень больно становится, но при этом не говорилось, что я чувствую. Очень сильная боль, которая остается внутри меня и никуда не девается. Я чувствую, когда думаю обо всем этом, что я какая-то дефектная. А если я эту маску опущу, я сдохну от боли, так что в жопу изменения.